Что не стоит дарить на 8 марта. В преддверии весеннего праздника многие мужчины задумываются о том, чем же порадовать милых женщин. Преподнести банальный дуэт цветы плюс конфеты или выбрать что-то более оригинальное. Несмотря на расхожее мнение, что дорог не подарок, а внимание, все-таки есть список вещей, которые не стоит дарить на 8 марта. Товары для похудения и абонемент в спортзал, вес и другие товары для похудения могут расстроить и сильно обидеть женщину. Мало в мире прекрасных дам, полностью довольных своей фигурой, поэтому подобные презенты они могут воспринять как оскорбление. Кухня, посуды и прочие кухонные девайсы тоже весьма спорный подарок. Такие вещи скорее относятся к будничным бытовым покупкам, но и к милым подаркам на весенний женский день. Исключение составляют конкретные заказы и крупная бытовая техника, о которой давно мечтала ваша дама. Нижнее белье и подарки для взрослых. Нижнее белье и товары из секс-шопа дарить можно только своей любимой женщине. Даже шутливые интимные презенты могут не просто смутить, но и серьезно оскорбить получательницу. Что касается нижнего белья, мужчины зачастую выбирают его лишь по визуальному признаку. Но даже самый красивый комплект может быть неудобным в носке или не подойти по размеру. Кроме того, подобный подарок также допустимо дарить лишь своей второй половинке. Сувениры. Сувенирная продукция – это просто милые безделушки, которые в лучшем случае будут пылиться на полке, а в худшем – будут передарены. Или отправиться в мусорный бак. Вазочки, статуэтки, фигурные свечи и открытки – это скорее дополнение к цветам, хотя и спорное. Такие вещи стоит дарить лишь в том случае, когда девушка собирает коллекцию и очередная керамическая кошечка или ангел найдут свое место среди ее домашних экспонатов. В эту категорию также можно отнести мягкие игрушки, особенно больших размеров. Плюшевые медведи в человеческий рост смотрятся очень эффектно, но совершенно бесполезны. Такие подарки становятся очередными пылесборниками и лишь занимают место в квартире. Исключение составляют девушки, которые любят подобные вещи. Духи и косметика при современном изобилии уходовых средств и парфюмерии лучше подарить сертификат в любимый магазин косметики, чем выбирать ее для девушки самостоятельно. Духи – это отдельная история. У каждого человека свои вкусы и предпочтения. Одним нравятся терпкие и сладкие ароматы, другие предпочитают свежие и легкие запахи, а третий вообще не пользуется парфюмом. Купить духи в качестве подарка можно в том случае, если точно знаете предпочтение своей дамы или приобретаете ее любимый аромат на смену закончившемуся флакону. Живые подарки к живым подаркам относятся настоящие животные, кошки, собаки, декоративные кролики, птички и аквариумные рыбки. Дарить животных – это безрассудный и опрометчивый поступок, особенно если женщина не говорила о желании завести питомца. В любом случае, данный презент приносит не только радость, но и массу хлопот. Известны случаи, когда такие живые подарки оказывались после праздника в питомниках, приютах или даже на улице. Если девушка мечтает завести в своем доме животное, лучше поехать вместе с ней в зоомагазин или питомник помочь с выбором и оплатить покупку. Совместные хлопоты по выбору и уходу за питомцем укрепят ваши отношения, а подарок не станет неприятной неожиданностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok